МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крупнейший на Дальнем Востоке логистический центр заработал в Хабаровске. Территорию отдали под известную федеральную интернет-площадку. Инвестор воспользовался всеми преференциями территории, опережающей в развитии. Проект, в который проинвестировано более 1,7 млрд рублей, даст серьезную налоговую отдачу. Здесь трудоустроят не менее полутора тысяч человек и рассчитывают, что запуск распределительного центра благоприятно скажется на отношениях с Китаем. В Магаданскую область приехала очередная группа экологических туристов. В регионе уже накопили опыт подобных экскурсий, разработали маршруты и правила поведения в северном лесу. 140 километров гости Колымы сплавились по реке, понаблюдали за лосем, половили рыбу. С собой у путешественников запас еды, хотя чаще готовят уху или жарят грибы, собранные в округе. Живут туристы в лагере около недели. В этом году повезло с погодой. Чаще в начале сентября здесь уже морозно. На Чукотке выбрали красу Анадырского района. Конкурс прошел в поселке Угольные копии. В этом году за главный приз боролись девушки из пяти населенных пунктов. Они представили на соцжюри свои визитные карточки, творческие выступления и национальные блюда. Не обошлось без дефиле в национальных костюмах. С большим отрывом победу одержала сотрудница местного аэропорта Анна Ширяева. Она же получила приз зрительских симпатий. В Южно-Сахалинске торжественно открыли набережную реки Рогатки после завершения первого этапа реконструкции из шести. Долгожданное общественное пространство создано в рамках Всероссийского конкурса по формированию комфортной городской среды. Здесь укрепили берега, обустроили прогулочную зону, озеленили территорию. Доминантой стала стела почетных горожан, которая увековечила память об известных людях областной столицы. Вулканический пепел может пригодиться для изготовления любых сувениров или цветочных горшочков. Это доказала сотрудник пресс-службы Главного управления МЧС России по Камчатскому краю Кристина Курочкина. Она поделилась простым видеорецептом на странице ведомства в Телеграм. Подписчикам лайфхак понравился. Идея превратить последствия чрезвычайной ситуации в нужную вещь посетила девушку во время поездки на улкан Шевелуч. После очередного выброса пепел покрыл ближайшие населенные пункты толстым слоем. Кристина вдохнула в него вторую жизнь. Кукольный променад прошел во Владивостоке. Зрители собрались возле театра молодежи до начала действа. После представления шествие двинулось по улицам города, собирая участников. Завершили прогулку в амфитеатре набережной спортивной гавани, где зрители увидели фаер-шоу и концерт-спектакль «Нам есть что сказать, мы хотим танцевать». А саму идею променада подсказал театр странствующей куклы господина Пежо из Санкт-Петербурга во время фестиваля «Погружение», который проходил летом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова